Пластик налево, макулатура направо. Наводить порядок в мусоре – основная задача на сортировочном заводе. Отделить одни виды отходов от других очень важно, ведь это возможность отобрать сырье для его вторичной переработки, что в свою очередь уменьшит количество мусора, складируемого на полигонах. С 1 января в России стартовала так называемая мусорная реформа. Все от сбора до утилизации должно стать по-другому. Сортировочным и перерабатывающим комплексом в этой цепочке отводится одна из ведущих ролей. К примеру, из автомобильных шин получают резиновые гранулы, которые идут потом в производство покрытий для спортивных площадок. Конечно, нельзя допустить такой ситуации, заявил губернатор, чтобы в ходе реформы тариф на обращение СТКО вырос, а реальные изменения люди не заметили. Важно, чтобы стабильности была и раздражения у населения не было от того, что сегодня мусор дорожает, дорожает, а качество в уборке лучше не становится. Вот это сегодня основное, что раздражает жителей. И неважно, города Сочи, города Краснодара, либо другого какого-то муниципального образования края. Вот именно это раздражает. Поэтому соразмерно, еще раз подчеркиваю, мы должны сегодня добиться того, чтобы платили, да, и может быть индексировано сегодня соразмерно качество уборки мусора. Люди должны понимать, что лучше становится, что мусор не валяется сплошь и рядом. Вениамин Кондратьев просит министра ТЭК и ЖКХ края, в этой должности он чуть больше месяца, внимательно отнестись к формированию тарифов по обращению с коммунальными отходами. Рост должен быть обоснованным и только в рамках нормативов. Никаких повышений под шумок реформы быть не может. Оно не пересматривалось, но ничего и не делалось. Поэтому, знаете, вот говорит то, что надо повысить, потому что нужно повысить. А что мы сделали для того, чтобы нужно повысить? Мы думаем, что в этот промежуток времени строили новые полигоны? Нет. Вот если бы края вкладывал, либо бизнес вкладывал, и вкладывал, а параллельно повышения тарифов не было. Они говорят, ребят, мы же вкладываем, посмотрите, а тарифы стоят на месте. Но они ничего не вкладывали. Тарифы почему должны были расти? Как объяснить сегодня жителям края, если тот или иной региональный оператор, который считает экономику, но свою экономику, поднимает в три раза цены? Что он поставил какие-то сатировочные или мусороперабатывающие заводы? Вот здесь нет соотношения цены и качества. 80% стоимости тарифа зависит от транспортных затрат. Чтобы снизить их, важно продумать оптимальную логистику перевозки мусора, а также увеличить количество полигонов. Чем их больше на территории, тем меньше до них добираться. Сейчас в крае 14 лицензированных мусорных полигонов. Добавить еще 23 полигона. Это те полигоны, которые введены в эксплуатацию до 1 января 2019 года, но не имеют разрешительной документации. Соответственно, эти полигоны, необходимо будет до 2020 года на них получить все те документы, которые требует законодатель. В связи с добавлением 23 еще полигонов, тариф, безусловно, может быть пересмотрен и он будет снижен. В каждом городе, станице и поселке Кубани должно стать чище. Не может быть речи и о несанкционированных свалках. По новому закону собирать, вывозить и утилизировать мусор в крае должен региональный оператор. Сейчас решаются, будут ли это разные коммерческие компании или отвечать за все станет одно государственное учреждение, привлекая для работы частные структуры. Пусть бизнес будет, но у бизнеса будет своя ниша, своя ниша. А вот за политику, вот за нее отвечает государственный региональный оператор один, но еще раз подчеркиваю, он государственный. А непосредственно бизнес, компании мусороуборочные, они могут быть чисто коммерческими, но в рамках стратегии, которую вырабатывает один государственный региональный оператор. Цена образования, уже стратегическое дальнейшее совершенствование мусоропереработки, мусоросборки, мусороутилизации, это уже государство не должно выпустить из своих рук. Совещание по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами селекторное на видеосвязи главы одновременно всех районов. Принципы работы с ТКО должны быть едиными для каждого населенного пункта, а значит формат регионального оператора очевиден, считают в муниципалитетах. То, что касается по уборке мусора, коллеги, не нужно забывать, как вы правильно сказали, это политическо-социальный вопрос. Если мы говорим об экономике, то тогда может быть это предприниматель. А именно то, что касается социально-политического вопроса, то оператор должен быть краевой, то есть единый, краевой. Потому что мы можем наткнуться на такие вопросы социальные, которые экономику подорвут на счет раз, на счет два. Сложно отрицать, что будущее в мусорном вопросе за строительством современных и экологичных перерабатывающих, а также сжигающих заводов. Полигоны с отходами устаревают и часто не отвечают требованиям. Раньше, когда закрывали подобные площадки, их просто бросали. Губернатор поручил разработать программу по рекультивации свалок в регионе. К мусору на всей Кубани должен быть культурный подход. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Виктор Чаусов. Кубань, 24, Краснодар.